А вот смотри, у нас здесь такой красивый платок, а под ним киношляпка. Вау, вот это да. Как ты думаешь, что такое киношляпка? Давай посмотрим. Давай. Ой, какая она красивая. Посмотри. Эта шляпка не простая, а волшебная. Хочешь надеть ее? Да. Давай же мы сейчас эту шляпу поиграем. Это как? А вот так. Хотим спросить у киношляпки. Давай сыграем жмурки, прятки. Мы спрячем под тобой секрета в целую охапку. А ты отправь их в кинофотолавку. Под этой шляпкой будут скрываться те секреты, которые хранит 2018 год, уходящий год для тебя. Эта шляпка сохранит все секреты, а потом снимет о них самое настоящее кино. Да. Ты знаешь, сколько месяцев в году? Да. Сколько? Двенадцать. Двенадцать. Двенадцать месяцев. Правильно. И у каждого из этих месяцев тебе вопрос. Вот январь спрашивали, а чем тебе запомнился этот месяц январь? Тем, что я поступал перед бабушками и дедушами, тексиканоликом с песней «Пассатири». А не бабушками и дедушами? Да. Перед твоими родственниками? Нет. Перед инвалидом. И чтобы поднять настроение. То есть вы сделали доброе дело, да? Да. А как ты думаешь, что такое совершать добрые дела? Добрые дела – это, например, помочь маме. А еще? Ну вот, например, ночью случился пожар, а никого рядом не было. Вот один человек шел, увидел пожар и позвонил в 0-1. Понятно. Значит, январь запомнился тебе тем, что ты совершил доброе дело, поднял настроение бабушкам и дедушкам, да? Хорошо. Энергичный, веселый. Все эти части содержатся в мне. Я тоже веселая. Все эти качества тебе? Да. Угу. Ты какой? Да. Веселый, энергичный. И люблю заниматься интересными делами. Какие, энергичные? Ну вот, например, изобретатель звера. Кстати, у меня появилось новое изобретение. Расскажешь? Да. Это ухтыход. Ухтыход? Да. И чего себе расскажи. Я не знаю, что это такое. Я знаю снегохот, а ухтыход я не знаю. Это такой снегохот, когда ему надо пройти по ухты, где здорово. Промянут. В февраль я ходил в Кимбург и освоил профессию. Какие? Ну, например, я был этим стоматологом. Ага. Еще я был. Хорошо. А он пришел месяц март. Пришла весна. В чем он закончился теперь? Я поздравляю маму и бабушку с днем, с днем матики. С днем восьмого марта, наверное? Да. С днем восьмого марта. А как это писать? Я даю цветы и открытки. Это очень здорово. А после марта пришел месяц апреля. Там был день рождения моего брата Миши. Здорово. А хорошо иметь брата? Да, хорошо. Почему? Потому что у сладоги семейки. Вы дружились с братом? В чем ты знакомился в месяц мая? А вот как раз в мае был день рождения. 24-го. За 24 мая? Как же ты отметил свой день рождения? Я ездил в Маус Хаус. Вообще-то в Маус Хаусе находится Риггер Хаус. Риггер – это река по-английски. А хаус по-английски то. Ты как-нибудь пригласил друзей? Да. Я пригласил Лидию и студенеца, Артема и студенеца, Красава и студенеца, а еще Тася мою подругу. В зоне мы немного долго оставались в горе, потому что на даче как раз был ремонт. А ты умеешь делать ремонт? Да. Ты бы мог помогать делать ремонт? Да. Ну, я там спать не знаю, как будет. А что ты умеешь делать? Вот, по ремонту? Ну, я могу помогать красить. Ага. Ты подарил что-нибудь красу? Да. Я вообще очень люблю рисовать. Угу. В июле вот мы как раз приехали на дачу, и со второго дня я, наверное, подружился с Дусей и Фросей. А что это за девочки? Они старше или младше? Они младше мне, не пять лет. Тебе нравится играть с младшими девочками? Ну, да. Они же двойняшки. Двойняшки? Как интересно. А как ты их развлечал? Ну, я их почти, ну, я их развлечал по цепочке на крестике. Как интересно, да? У них были разные цепочки? Да. Да. Чем тебе знакомился август? В нем мы довольно много купались и ездили на Крайер. Ну, это такое небольшое заброшенное водо! Сейчас. Угу. То есть ты бережешь природу? Да. Они все должны беречь природу или только нет дорогих? Все. Потому что автомобили, вот, к примеру, работают на топливе, и поэтому выхлопные газы загрязняют природу. А вот экономнее всего – это велосипед, троллейбус, электромобиль. Ты умеешь кататься на велосипеде? Конечно. У меня уже новый постучит. Почему тебе знакомился сентябрь? В сентябрь я поступил в школу, в первый А-класс. Ну, судя по тому, что ты поешь, тебе учиться в школе нравится. Да. Да? Да. У тебя большой класс? Ну, довольно большой. Сколько там человек? Ну, 28 класса. И все твои друзья? Да. 5,5, 25. А тебе в школе так и сказали, что 5,5, 25? Нет, это я уже давно знала. А зачем тогда в школу ходить, если ты давно знаешь, что 5,5 – это 25? Мы еще будем проходить не такие задачи. Понятно. То есть в школе ты получаешь знания? Да. В октябре у нас началась вторая четверть. То есть были первые в твоей жизни каникулы. Ну, да. Что ты делала на каникулах? Ну, на каникулах я иногда отдыхала и работала. А как ты работала? Кем ты работала? Нам, нам Надежда Сергеевна, это наша учебница, она дала с собой учебники. Ага. Потому что нам на каникулах тоже надо работать. В ноябре иногда было много снега. Да? Да. А что ты делала в ноябре такое, что-нибудь интересное? В ноябре я со студии «Лица» выступала в Пушкине. Ну, номер называется «За Пушкин». А еще я с Викой, это тоже номер, это тоже из студии «Лица». Я рассказывала букву «Я». Ну, сейчас идет месяц декабрь, перейдем Новый год. Скажи, пожалуйста, что ты ждешь от Нового года? Я жду, чтобы дедушка Мороз подарил мне новый поливилизатор. Потому что в 2017 году мой желтенький поливилизатор сломался. Понятно. Засорился. Ну, это ты ждешь подарок. А что ты ждешь, что принесет тебе Новый год? Может быть, чему ты научишься, что ты сделаешь интересного? Нового. Ну, будем упрошать елку. Новый год принесет мне радость. Это злая. А что он принесет твоим близким? Тоже радость. А что для этого нужно делать? Нужно ли для этого что-нибудь делать? Или Новый год придет и сам принесет радость? Ну, надо еще открытки на Новый год сделать. А чему ты планируешь научиться в Новом году? Скажи, пожалуйста, в этой шляпе ты ощутил себя кино-героем? Да. Ты ощутил себя героем кино, которое потом нужно будет увидеть в экране? Да. Пожелай, пожалуйста, что-нибудь зрителям, которые будут смотреть это кино. Я очень люблю сниматься в репортажах. А пожелай, что-нибудь. Всем приятного просмотра. Хорошо. Спасибо тебе за интервью. С наступающим Новым годом. Спасибо. Ребята, а ведь эта киношляпка действительно знает много секретов. Вроде ничего нету там, да? Ну и что за то она классно блестит? Точно. А то она классно блестит. А ваш киношляпка, а киношляпка, ты действительно волшебная? А программа, ребят, называлась киношляпка. Точно. Приходите. Приходите. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.